Здравствуйте дорогие друзья. Вот наверное первый мой ролик в двадцатом году. Не хотелось ничего говорить, хотелось прочувствовать эти новые энергии. Эти энергии очень заметны действительно как изнутри и изнаружи, потому что меняясь изнутри, меняется мир снаружи. Очень много в моей реальности происходит вещей необычных. Как-нибудь по мере свободного времени я опишу эти маленькие чудеса. Но вот происходят еще такие интересные вещи, что люди, которые залезли в эзотерику с головой и не осознали опасность атак ума, у них реально вот такая возбудимость, такая высокая эмоциональность. Что, ну в общем даже, я не знаю, как помочь таким людям. Даже вот в одноклассниках я веду такую большую просветительскую работу. Начала выкладывать такие вещи, что наша реальность, она нематериальна. И мы состоим также из энергии. Все есть энергия, все есть, так сказать, электричество различных частот. И наши тела также зависят от частот наших мыслей. Потому что каждая мысль это частота. И на каком уровне идет мышление, на таком и идет откликание процесса в нашем теле. Даже выражение лица. Если вы посмотрите, какие выражения лица у стариков. Да, вот эти опущенные уголки рта, складка между бровей, серый там цвет лица у некоторых. Хотя есть старики реально, которые светятся. Кожа как бы такая прозрачная, через нее как будто свет идет. А глаза светятся таким мудрым, таким необыкновенным светом. Ну таких как бы меньше в реальности встречается. Ну пока. Я говорю пока всегда о плохом. Я думаю, что все-таки больше я говорю о реальности своей. Поэтому я буду как бы якать. Но я напоминаю, что каждый делится своим опытом, своей наполненностью. Повторюсь, что знакома с информацией, что весь мир и картинка внешняя вырисовываются из внутреннего мира. Вот. Ну вот говоря о стариках, посмотрите, какие лица у детей. Они радуются элементарным вещам. У них глаза всегда наполнены интересом, удивлением. Энергии сколько. А все это потому, что там мысли такие. Они не собрались еще в такие комоды, в такие ящики опыта. Так сказать, деструктивного опыта. И для них все новое, все интересно. Если нужно прореагировать слезами, они тут же заплакали без стеснения. Ну, не зря же даже в нашей искаженной дорогой Библии сказано, что будьте как дети, да? Так вот, этот 20-й год, если нам не быть как дети, мы, конечно, улетим с этого плана. Еще раз напомню, что смерти нет для тех, кто ее очень сильно боится. Ну, мы улетим, и, может быть, кто-то слишком скоро улетит. А внутреннее есть, если желание продолжить свою жизнь в этом мире, в этом теле, то будьте как дети. Интересуйтесь. Если, лично вот я насытилась, допустим, трехмерными игрушками, меня мало удивит, если там мне сейчас дворец дадут, там, дорогой автомобиль, еще что-то. Меня мало, это, может быть, даже так сильно обрадует. Я, конечно, буду благодарна, если это все придет, но вот такого визга поросячьего уж точно у меня не будет. Я не могу, как дурочка маленькая, как раньше, вот так взять и вот привязаться к чему-то, там, влюбиться во что-то. Ну, вот уже напреисполнилось вот этих вот вещей, да? Но меня очень интересует тонкое, тонкое восприятие теперь, которое появилось в моем теле, в моих мыслях. И это как бы движение вперед дает. Вот, то есть, как бы запрос к моему высшему аспекту, что мне хочется еще рассматривать это тонкое. Мне хочется поступенчато туда попадать. Ну, это как бы мой совет, хотя, говорят, в советах никто не нуждается, но я делюсь своим опытом, что вот это продлевает жизнь, понимаете? И продлевает, как это сказать, восприятие, ну, в общем, это одним словом, это то, к чему я пришла. Вот я даже не выходила, я не писала эти ролики. Это не я даже, это не моя, как говорится, там, выбор мой, что я не могла писать видео. Нет, мне действительно так поставила реальность, что у меня ничего не получалось. А как будто усыпили, и я все время только наблюдала, наблюдала, наблюдала. Вот сегодня разговорилась. Так что, всех вам благ, и до новых встреч, когда мне опять-таки позволят это мои высшие аспекты. Благодарю за внимание.